Русская Америка против Путина и войны. Русская Америка против Путина и войны. Русская Америка за демократию, созданная несколько лет назад, пытается объединить тех русских американцев, кто готов действовать. Вторжение России в Украину показало, что таких людей немало по всей Америке. А встречи в Конгрессе, которые были организованы одной из старейших организаций украинской диаспоры в Соединенных Штатах, комитетом Конгресса Америки, как говорит Дмитрий Валуев, показали, что объединившись можно достичь многого. Приехало около 150 делегатов из разных штатов, которых пригласила украинская диаспора, в том числе 14 наших делегатов из шести штатов Америки. И мы все присоединились к общей повестке, которая была выработана украинской организацией диаспоры, которая называется Ukraine Congress Committee of America, которая включала четыре главных пункта продолжения и усиления даже финансовой и военной помощи Украине, признание ЧВК Вагнера террористической организацией и дальнейшее рассмотрение вопросов о признании России как государства страной спонсором терроризма. Третий пункт – это усиление санкций, продолжение санкций против путинского режима. И четвертый пункт – это признание агрессивных действий путинского режима в Украине актом геноцида. С кем вы встречались в стенах Конгресса? Мы встречались с широким кругом членов Конгресса в обоих палатах и в обеих партиях. Примерно за два с половиной дня, почти за три дня, мы встретились, ну вся делегация адвокации встретилась примерно с 80 членами Конгресса, что довольно значительно. Это те члены Конгресса, ключевые, которые принимают решения в плане продвижения законопроектов, это союзники, так и новые члены Конгресса, вот что было интересно, мы встречались и с новыми членами Конгресса. Что больше всего интересовало американских законодателей? Во-первых, их очень удивляло участие продемократических и антивоенных россиян в адвокации такого рода. Вот здесь в США это впервые происходило, и для членов Конгресса это было, конечно, очень удивительно. Многие переспрашивали даже, вы вот россияне прямо против войны. Но вопросы, которые обсуждались по ходу, они были, на самом деле, во многом практические вопросы. Как, допустим, обернуться признание той же группы Вагнера организации террористической? Потому что, как мы знаем, администрация Байдена пока не спешит признавать чувака Вагнера террористической организацией, в том числе и потому, что некоторые страны Африки, где группа Вагнера используется в качестве security или в качестве таких полувоенных образований, с ними США пытаются наладить какой-то контакт, и они не хотят ставить их в условия, когда они будут вынуждены отказывать этим странам или дипломатам в визах и так далее. Любопытно, конечно, что защитником ЧВК Вагнера, образно говоря, стали африканские страны. Сложилось ли у вас представление, чего можно в будущем ожидать от Конгресса? Однозначно сейчас наблюдается, и это вот та вещь, которую мы пытались подтвердить и убедить их в том, что это должно продолжаться, наблюдается консенсус в плане поддержки Украины. В тот момент, когда мы встречались с членами Конгресса, администрация Байдена направила в Конгресс черновик бюджета на следующий год, и наша задача была как раз в том, чтобы подтвердить с каждым офисом, что они проголосуют за дальнейшую поддержку бюджета, который выделяется на Украину, и, если есть возможность, будут изыскивать пути увеличения, особенно военной помощи. И практически от всех офисов, с кем мы встречались, мы такую поддержку слышали. Мы у них спрашивали, кстати, что мы слышим, мы знаем, что есть голоса немногочисленные о том, что эту поддержку Украине нужно сокращать, лимитировать, но никто из офисов практически не сказал, что да, мы это поддерживаем, или да, мы вот пока не уверены насчет того, стоит ли ее продолжать или нет. Марьяна, вы координируете деятельность Русской Америки за демократию в России в Майами. В Майами, как известно, далеко от американских центров власти, у вас там нет российских представительств, естественного объекта демонстрации американских противников Кремля. Чем занимаются ваши активисты? Мы устраивали акции, митинги, мы собирали средства на помощь независимым СМИ, когда их активно начали особенно признавать инагентами и всем таким, когда они начали терять рекламодателей, доноров. Мы активно собирали деньги на поддержку СМИ, на поддержку политзеков. Дружили с организатором, не организатором, он основатель проекта «Политзек-инфо». Через него мы помогали политзаключенным, то есть либо деньгами, либо какими-то пикетами в поддержку того или иного политзека. Ну и основная такая самая активная и самая массовая работа началась, когда посадили Навального. То есть это была первая такая очень-очень массовая акция, с которой начало расти более-менее комьюнити, более вовлечены стали люди. Мы подписывали петиции с требованием и к нашим конгрессменам, и к нашим сенаторам и в Белый дом, с привлечением внимания к ситуации с Навальным, когда он особенно объявил голодовку с требованием допустить к нему врачей. И после 24 февраля все, что мы делаем сейчас, это сборы на помощь Украине. 90% это помощь ВСУ, это сборы на медикаменты, точнее даже не денег, а у нас вот через Амазон активисты заказывают по спискам волонтеров, солдат. Это медикаменты, аптечки, одежда, экипировка, рюкзаки, иногда мини-дроны разведывательные. И вот сейчас вся наша деятельность, все наши мероприятия направлены в основном на сборы для помощи Украине. Последняя акция, которая у нас была, это была на вторую годовщину посадки Алексея Навального, и у нас даже половина, как минимум, участников этой акции были с антивоенными плакатами, в антивоенных футболках с поддержкой Украины, а на той акции у нас было более 400 человек. Мы собрали больше 2000 долларов, на которые мы купили зарядные станции для украинцев, для трех мирных семей, и одну на фронт отправили. То есть у нас даже вот крупные вот эти акции наши, которые вот даже приурочены к посадке Алексея Навального, они так или иначе параллелятся с происходящим в Украине, и, скажем так, одно другому не мешает. Дмитрий Ивалуев, вы нередко проводите антивоенные акции у российского посольства в Вашингтоне. Обитатели посольства на это как-то реагировали? Посольство никак не реагирует уже давно. По неформальным сведениям им запрещено общаться с протестующими. Нам говорили знакомые, у которых есть общие знакомые с посольскими. Единственный опыт общения, скажем так, более-менее цивилизованный, относительно, конечно, был в прошлом году, когда мы впервые организовали массовое наблюдение и экзитполы на выборах в Госдуму, чем, кстати, подтвердилось абсолютное отсутствие поддержки «Единой России» в тот раз. Тогда наши наблюдатели, которые опрашивали людей на выходах, довольно цивилизованно общались, посольские, по крайней мере, работники, общались за исключением одного случая в Нью-Йорке, в консульстве. Там наблюдатели вытолкали посольские сотрудники, консульские вернее, и не разрешили продолжить наблюдение. Прошлой осенью кто-то повел себя очень решительно, облив фасад российского консульства в Нью-Йорке красной краской. Акция необычная, потому что полиция всегда пытается держать демонстрантов на дистанции от здания консульства, да и протестующие ведут себя обычно цивилизованно. Такие вот более радикальные действия – это выход эмоций у тех людей, у которых их накопилось очень много. Было пару случаев уже вандализма перед консульством в Нью-Йорке особенно. В Нью-Йорке это чаще случается. Здесь тоже в Вашингтоне был случай, когда человек был задержан за попытку что-то написать на полу, мелом на территории, которая относится к посольству. То есть секретная служба, которая занимается охраной посольств и консульств, они за этим следят здесь. И тогда они сделали там замечание или какое-то предупреждение. Денис Белунов, что Вы думаете об эффективности акции, о которых рассказывают наши собеседники? Мне кажется, это очень важно. Инициативы людей в разных странах мира, в разных городах США в данном случае, они помогают тому, чтобы постепенно вырастало политически активное антипутинское трансграничное сообщество россиян. И мне кажется, что это достаточно важный процесс. Он важен и в практическом смысле. Организация более масштабной помощи Украине для того, чтобы решать какие-то вопросы, связанные с русскими сообществами. И это органический процесс. То есть формирование этого комьюнити, оно само по себе является некоторым социальным феноменом, мне кажется. И люди хотят подчеркнуть, манифестировать свою отдельность от путинской России. И это происходит во всех странах мира практически. Мы вернемся к разговору с Дмитрием Валуевым, Марианой Оттерман и Денисом Белуновым. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Микрофон Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Русская Америка против Путина и войны. Мои собеседники – Дмитрий Валуев, Мариан Уоттерман и Денис Белунов. Дмитрий Валуев, насколько я знаю, ваша организация также ведет два очень интересных проекта, посвященных выявлению российских агентов в США и недвижимости прокремлевских россиян. Проект «Агенты» – это исследовательский проект по сбору информации о прокремлевских организациях и лицах в Соединенных Штатах. По недвижимости у нас ситуация следующая. Мы построили, в общем-то, тоже собрали внушительный объем данных, построили карту. Мы ее не спешим пока опубликовать. Мы начали работу, особенно вот когда началась война, с организациями, которые занимаются изучением вопросов конфискации недвижимости людей, которые попали под санкции. Там, где это возможно. Кого вы сумели выявить? Один публичный кейс, про который я могу рассказать, это квартира, которая принадлежит Валерию Гергиеву. Это известный дирижер, небольшой друг Владимира Путина. Мы эту квартиру обнаружили вместе с проектом. Расследование проекта как раз показывало о том, что он не просто дирижер, не просто играет такую публичную, культурную роль, а он еще и состоит в различных фондах, которые связаны с родственниками Путина. В частности, это был фонд одной из его дочерей. И он состоит в этих фондах, играет одну из руководящих ролей. Ну и, соответственно, фонд получает, как и все, что связано с близкими людьми Путина, крупные государственные вливания. Люди, которые находятся в руководстве, позволяют эти транзакции, скажем так, принимать и закрывать глаза на них. Вот эту вот недвижимость мы нашли. Были сообщения о том, что Гергиев пытался продать эту квартиру. А где она находится? Ваша, так сказать, идеальная цель – это лишить сторонников войны с Украиной их собственности и отправить средства на помощь Украине, что является, в общем, невероятно сложной задачей, поскольку права собственности в США надежно защищены, что, собственно, и привлекает сюда деньги этих людей. В США закон о частной собственности очень жесткий. И нельзя просто так политическим решением, как мы знаем, санкции, любые санкции, даже заморозка активов – это политическое решение, на это не требуется какая-то санкция суда или вмешательство прокуроров. Но конфискация – это не политическое решение. И есть в США большое противодействие, и, наверное, правильное, чтобы накладывание санкций не стало делом политиков, а все-таки оставалось в рамках юридической процедуры и могло происходить только по решению судов. Но для решения судов нужны аргументы, нужны кейсы, и вот эти вот кейсы, собственно говоря, и исследованиями этих кейсов занимаются ответственные органы. А мы в этом смысле просто участвуем тем, что делимся информацией и нашими знаниями. А как идет Ваша работа по выявлению российских агентов в Соединенных Штатах? Самая крупная структура прокремлевских организаций, которая существует и в США, и по миру, она называется «Конгресс соотечественников за рубежом». Это структуры, которые финансировались, финансируются до сих пор Россотрудничеством, это государственное агентство в России. Как правило, во всех странах тесно очень связано с посольством. Такая вот деталь. Ксорс США, пока он еще существовал, они в 22-м году объявили о своем прекращении существования. Но вот до того, как он существовал, они официально собирались на свои съезды именно в посольстве. Ксорс – такая зонтичная структура, которая объединяла организации в разных штатах. И в Калифорнии, и во Флориде, и в Нью-Йорке. Мы наблюдали за их деятельностью, они активизировались где-то в 2014-2015 году. Мы предполагаем, что это как-то простимулировалась, это их активность. Есть организация акций, каких-то мероприятий в поддержку кремлевской повестки. Но вот одна из иллюстраций. Конгресс русских американцев в Калифорнии инициировали петицию, и даже несколько петиций, к президентам сначала к Обаме, потом к Трампу, которые призывали президента прекратить русофобию. А русофобию они называют как бы такую антикремлевскую деятельность, которая, в общем-то, направлена на продвижение санкций и так далее. Это вот один из аспектов этой деятельности. Другие аспекты — это проведение всяких мероприятий. Допустим, Игорь Кочин и русская молодежь Америки в Нью-Йорке, они устраивали акты на Таймс-сквер, когда они раздавали листовки. Это когда Россия бомбила Сирию, были такие тяжелые бомбардировки Алеппо, запрещенными кассетными боеприпасами. Прокремлевские организации устраивали раздачу листовок, в которых была разъяснена, как они писали, кремлевская политика в отношении Сирии и Ближнего Востока. Вот какие такие вещи они делали? Понятно, что просто так это не организуешь, на это нужны какие-то средства, время. И после того, как был избран Трамп в 2016 году, и ФБР начали расследование против вмешательства России в выборы, их активность сильно уменьшилась. Ну, этому, по-видимому, способствовали собеседования сотрудников ФБР с некоторыми из членов этих групп. ФБР, насколько известно, интересовали источники финансирования этих прокремлевских организаций. На какие средства, например, устраиваются шествия бессмертного полка? Дело, кажется, закончилось побегом в Россию главы КСОРС, которой грозило обвинение в работе в США в качестве незарегистрированного агента России. И это, кажется, завершилось концом деятельности этой организации. Не совсем так. Эти организации, которые существовали под зонтиком КСОРС, они до сих пор существуют. КСОРС сам объявил после того, как руководительницу КСОРС Елену Брэнсон обвинили в нарушении закона. КСОРС объявила о своем закрытии. Да, это так. Но мы видим, во-первых, что КСОРС, как таковой, не прекратил свою деятельность. Они после войны уже в прошлом году собирались на Коста-Рике вместе с другими членами, вместе с другими КСОРСами из других стран на какую-то конференцию, симпозиум. И принимали там манифесты и заявления в поддержку Кремля, в поддержку кремлевской политики. То есть мы видим, что как таковая деятельность не прекратилась. Они не афишируют ее, сайт не функционирует, ну или, по крайней мере, не обновляется. Но деятельность ведется. Денис Белунов, я бы хотел немножко расширить диапазон нашего разговора и поговорить о феномене, ну, назовем это так, традиционной политической пассивности российской диаспоры, по крайней мере, в США. По разным подсчетам число русскоязычных американцев достигает нескольких миллионов, но российская диаспора, в отличие от многих других, не произвела ни одного заметного американского политика. И в отличие от украинцев, которых гораздо меньше в Америке, она не создала ни одной заметной общественной организации. Попытка Дмитрия и его сторонников сплотить русских-американцев, обеспокоенных судьбой России, одна из первых. Чем вы это объясняете? На уровне стереотипов достаточно широко сравненная точка зрения. Я склоняюсь к тому, что это действительно так, что россияне, так скажем, постсоветские, по сравнению с другими диаспорами, значительно более атомизированы. И люди, которые уже в 90-е, там, в дневные годы, они, как правило, совершенно не склонны были каким-то образом кооперироваться с своими соотечественниками и, соответственно, тем более даже, там, скажем, проявлять какую-то политическую активность совместную. Просто ситуация сейчас сильно изменилась. Она изменилась по самым разным причинам, на самом деле. Первое, может быть, из них, которое, надо сказать, это то, что просто количество людей, которые по политическим мотивам уехали из России, оно возросло сильно. Оно начало возрастать в начале десятых годов. А сейчас оно просто лавинообразно растет, потому что люди, которые, там, допустим, уезжают от мобилизации, это же тоже политические мотивы, в общем. Эти люди заведомо значительно более политизированы, значительно более склонны проявлять активным образом свои взгляды и, соответственно, кооперироваться друг с другом. Во-вторых, довольно важный момент такой, что лидеры общественного мнения, которые еще до самого недавнего времени многие находились в России, известные журналисты или, там, деятели культуры какие-нибудь, они почти все уехали тоже из России, и то, что они говорят, так или иначе, это политическая повестка. И их слушают, читают, и, соответственно, тоже политизируются. И, наконец, в-третьих, и это касается людей, которые живут уже достаточно давно, ну, например, в Европе, да, они сталкиваются в своей повседневной жизни с разными проявлениями последствий вот этой вот ситуации всей. Те люди, которые живут, допустим, в Польше, Чехии, просто огромный поток беженцев уже из Украины идет, и, соответственно, невозможно игнорировать просто этот факт. Большая часть людей просто повинуясь нормальной человеческой эмпатии, ринулась волонтерами помогать этим людям. В первые недели, я бы сказал, вот это начало поздномасштабной войны, другие стали помогать деньгами этим процессом всем. Я говорю сейчас о тех, кто раньше вообще никак не был вовлечен ни в какие политические процессы. В странах, где этих беженцев не так много, ну, там тоже все равно люди вынуждены волей-неволей реагировать на то, что идут огромные дебаты по поводу того, как выстраивать отношения вот с этой путинской РФ сейчас. Блокированы очень быстро были все связи, и понятно, что довольно значительная часть диаспоры, неполитизированной, имела и продолжает иметь тесные связи с Россией, ну, как минимум родственные, но часто бывало, что экономические тоже. Сейчас эта ситуация принципиально изменилась, и тоже они волей-неволей должны каким-то образом к этому как-то относиться. Вот. И вот эта вот политизация, это новый феномен, и он приводит к тому, что объединение, я подчеркиваю, трансграничное объединение российских диаспор, такое политическое, это актуальный процесс, он нужен многим, и самим россиянам, и основным политическим актерам в мире. Дмитрий, вы пытаетесь создать организацию русских американцев, уже пожив в Америке немало лет, и наверняка ощутив, как затягивает, ну, то, что называют американским плавильным котлом. Предыдущие волны советской и российской эмиграции спешили американизироваться, за исключением старшего поколения, по понятным причинам. Что вас заставило, скажем так, обернуться в сторону России? Я ощущаю себя в такой двойственной роли. Это двойственное ощущение объединяет многих наших сторонников. Это, с одной стороны, да, мы жители, граждане, или люди на пути к гражданству в своих новых странах. Но при этом невозможно закрывать глаза на то, что происходит в России, потому что, и в этом, наверное, такой особенный феномен нашего времени, Путин приходит к нам сам. Может быть, многие люди хотели бы забыть и стать новыми гражданами своих новых домов. Но Путин приходит к ним стучиться через СМИ, через родственников, которые рассказывают, что там происходит, через преступления, которые он совершает, это, которые шокируют практически весь мир. Это как раз вызывает волну, которая насыщает сторонниками наше сообщество. Мы хотим повлиять на позитивные изменения в России и при этом взаимодействовать с местными и политиками, и гражданским обществом, и нашими соседями, для того, чтобы они больше понимали, лучше понимали, что происходит в России. И мы вам об этом рассказываем. Тот же проект про недвижимость, он был как раз про то, чтобы обучить, показать американцам, насколько система владения недвижимостью в Америке пронизана владением вот этих вот людей, которые являются, по сути, кремлевскими чиновниками, называют Америку врагом, но при этом имеют владение и в Нью-Йорке, и во Флориде, и на западном побережье. Денис, вы недавно написали статью, в которой предлагаете российской активной диаспоре вспомнить об опыте кубинской диаспоры и готовиться к тому, что их пребывание за границей невременное, пытаться влиять на ситуацию в России из-за рубежей ее. Кубинцы в Америке, в общем, вполне успешно влияют на политику Белого дома в отношении Кубы, в том числе благодаря избранию в Конгресс своих законодателей. Я придерживаюсь к такой точке зрения, что даже сокрушительное военное поражение к быстрым изменениям в России не приведет. Вот, именно исходя из этого, говорю о том, что ситуацию можно сравнивать с кубинской, и, исходя из этого, надо и собственные планы строить тоже. Строить сильную политическую диаспору российскую в Европе, в мире, в США. Стремиться к тому, чтобы иметь возможность оказывать это влияние. Тут последнее событие такое. Сначала появляются такие гросс-руц-комьюнити, которые активно действуют в конкретных местах, в конкретных городах. Потом они каким-то образом начнут объединяться, и появляется возможность создать какой-то institutional bar. И оно должно быть, надо стремиться к тому, чтобы оно было институционально признано Европейским Союзом, США. И, соответственно, если это произойдет, то многие люди колеблющиеся, те, которые наблюдают за этим и пока не решили, стоит ли им к этому присоединяться, они поверят этому. Но, во всяком случае, шансы на то, что это доверие возникнет, будут выше. Если удастся вовлечь вот этих людей, сомневающихся, увеличить массу тех, кто будет участвовать в жизни вот этого политического объединения, то тогда у этого объединения и шансов будут больше, возможностей будут больше воздействовать. Дмитрий Валуев, какой общий вывод вы делаете из, ну, уже значительного опыта вашей организации в, так сказать, борьбе за разоблачение путинской России в Америке? Чем больше мы сами будем в этом участвовать, чем больше наша вовлеченность будет в этих процессах, тем выше шансы, что Конгресс отреагирует, услышит это, да, это все-таки демократия, и для них очень важно, что думают про них их избиратели. Вот я такую цифру приведу, да, мы понимаем, что примерно в США сейчас проживают там порядка полутора миллионов украинских иммигрантов. Российских иммигрантов в три, может быть, в четыре раза больше, если не больше, то, опять же, там разные могут быть оценки, и мы должны своими голосами усилить, помочь повестке, которую продвигают украинцы. То же самое происходит и в альянсе с другими диаспорами. В этой вот адвокации, в которой мы приняли участие в начале марта, принимали участие и грузинская организация, ассоциация грузин в США, и балтийская организация, три страны, и поляки. Если мы будем продолжать это в таком же духе, да, это будет не одна адвокация, а две, три, четыре или десять, это станет привычным для членов Конгресса. И вот это как раз перейдет в ту фазу, про которую как раз говорит Денис, про такую институционализацию организации диаспор, про усиление их влияния, и тогда и результат будет больше. Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. «Русская Америка против Путина и войны». Моими собеседниками были Дмитрий Валуев, президент Объединения «Русская Америка» за демократию в России, Мариан Уотерман, глава отделения Объединения в Майами, и Денис Белунов, СССР. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Свободы», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на «Тюн-ин». Загружайте подкаст на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всему доброго, до следующей недели. Обратный адрес. Я Владимир Обаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. Я верно служил советской стране чекистом. Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией. Телевидение создавало в некотором роде нацию. Слушайте обратный адрес на удобной для себя подкаст-платформе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok